На доске написали несколько, несколько в смысле больше одного, разных целых чисел, причем сумма любых двух из них на доске написана. Может ли такое быть? И если может, сколько там чисел? На доске написали несколько разных целых чисел, причем сумма любых двух написанных чисел тоже написана на доске. Три. Три. Два. Два. Нет, один сказали, что нельзя. Два числа может быть написано? Ноль-ноль. Нет, два разных. Какой пример? Ноль-один. Конечно, ребята. Очень просто. Может быть, что на доске написаны просто числа ноль и один. И сумма. Сумма у них один написана, все замечательно. Ноль, один, минус один. Молодец. Конечно, есть еще такой вариант, когда три числа. Ноль, один и минус один. Как любые два берешь, и сумма написана. Так, а еще? Ноль, минус один и два. Так подумаешь. Минус два, минус один, ноль. Бывает? Нет. Нет, потому что минус два и минус один в сумме дают минус три. А минус три и минус два дают минус пять. И так далее. Да, у вас что? Минус один ноль. Минус один ноль. На самом деле, это то же самое по количеству. То есть, я, конечно, могу написать, но это неинтересно, потому что это тоже два числа. Да, да, а вы два числа уже написали, но это неинтересно. Есть ноль, один и два. А если есть один и два, то есть сумма их три. Извините. Да. У меня есть самый бесконечный описатель. Минус н, ноль и м. Ну, хорошо, да, да, я понимаю. Конечно, можно действительно... Да, может, это м. Минус н, ноль, н. Вот это вот написать как ноль и произвольное число, да? Отрицательное положительное не важно. Хорошо. А еще вариант. Да. Минус один, минус один и два. Числа не могут повторяться. Да. Да, почему? Потому что... Почему не может быть вариантов больше? Если будет два числа. Ну, например, два положителя. Да, два положителя плюс и плюс. Да. Вот так, да? Они сложатся, и получится число, которое больше. А потом еще сложатся, еще сложатся, и так идем на бесконечное. В бесконечности получится, что чисел бесконечно много. А если отрицательное, то будет то же самое, только с атакой меньше. Спасибо, все правильно. Никаких других ситуаций. Вся вещественная прямая состоит из нуля положительных чисел и отрицательных числа. Итак, число 0, положительное и отрицательное. Если бы возникли у нас два положительных числа, то складывая их между собой, мы ушли бы в бесконечность увеличивающих количество числа. Если бы возникли два отрицательных числа, то же самое. Значит, положительных чисел не больше, чем одно, отрицательных не больше, чем одно. И еще, если бы они были разные, то тогда, складывая их, мы получили бы либо новое отрицательное число, либо новое положительное и соответственно причем. Ответ чисел или два, или три.